херак и новый день всем привет мы продолжаем продолжать меня мои знакомые попросили чтобы я более выразительно говорил херак и новый день это как-то невнятно слышно это в общем шутка а вот в общем ребят здесь мы сейчас продолжаем кидать картину картины вот здесь сейчас мы будем кидать картину с двумя большими фальцами вчера по темно докидал еще две картины и заготовил вот эту картину и заготовил картины вот туда за трубу вот можно сделать небольшое такое отступление видео выйдет любом случае позже того как у лёхи прохора будет день рождения а суть но отступление в следующем мы ну я позвонил паш стёпину репаш давай я организую подарок легких это завтра день рождения у лёхи 17 декабря давай как-то ну клещи организуем да есть там парень общем и короче договорились сделать подарок все он верди нестам мои ребята те смотрят и с этого момента я буду стараться делать лучше это шутка ребята вам привет шутка в том что буду стараться я я не буду стараться я вот такую 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 есть распиздя и это маловероятно что это изменится вот в общем вот так вот выглядит сейчас поставлю на таймлапс буду закидывать в эту картину сейчас будем подымать не знаю куда его пришпандерю куда мы пришпандере вот так вот Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 И они потом гляжут и между собой свяжутся Потом покажу Вот Здесь у нас вот так вот Вот такой вот узел Чем это обусловлено Вот у нас спереди там где щетка лежит Вот так же И сзади вот так 7 сантиметров от конька Идет линия загиба Конвертик И вот так вот все оно пойдет По шнурочку 7 сантиметров от конька Для чего Брусок будет 5 на 5 Сюда вставляться А подъем 7 Соответственно 2 сантиметра еще будет отбортовка А потом за нее уже будет цепляться Объемный конек Вот он здесь будет выполнен следующим образом То здесь будет подходить конек вот так вот То есть он будет объемный А вот здесь вот будет Следующим образом То есть будет Сначала черновая жестянка обжата Плотненько И тут будет радиус такой вот Вот так вот радиус Этот конек в общем из двух частей соберется Он будет здесь подшиваться Подшиваться Потом хоп Обжатый и пошел сюда Здесь собственно планочка Вот это вот все закроет А спереди будет идти фальчик Потом он положится Ну как бы в одну из сторон В зависимости где его лицо будет Вот положили И потом сюда поставили Уже стартанули объемным Вот Спереди Ситуация Так сейчас Перестегнусь Оп Ситуация немножко другая Тут наоборот Стоится сначала Первая часть Такая вот Ну она вначале Так на мысе Как серединка У Лехи Прохора Посмотрел Мне очень понравилось Так и сделаю Вот потом объемный конек И дойдет И тут будет такой лежачий фальчик Или вводный Не знаю еще Ну сказать обычный Натуральный фальчик И здесь также С двух частей Здесь будет на мысик собрано Тоже радиус Тоже Подшито сюда И подшито туда Вот А пока это место для щетки Как вы уже видите В общем Половина этой стороны Готова Я ее сделал Вот Следующая сторона Она Идентична этой За исключением того Что у нее нет Мансардного Слава богу Окна Потому что они уже Изрядно поднадоели А у Димы С той стороны Он делает Получится Вот Одна часть Да Ската половинка И вторая половинка И с другой стороны Одна часть Вторая часть И вот я сейчас Перейду на вторую часть Этого ската А Дима На противоположной Той дальней И вот у него Нет ни окна Ни трубы Но это ему За то что он там С окнами Ковырялся Облегчение немножко И собственно Задача следующая Сейчас дней 5 Успеть Тот скат Дима тот скат успеет И мы как-то переключимся Уже на оставшийся Не знаю Вот эти вот маленькие домики Успеем Не успеем Вот перед Перед парапетами Точно не успеем Это уже понятно В общем Как-то в этом году Сделаем так Вот И еще Знаете Что под прошуток Меня смотрят Жестянчики Да Как оказалось И хорошие Жестянчики Как оказывается Вот У нас здесь По проекту В общем Будет ограждение Такое Оремовское Не снегозадержание А на таких же Стандартных креплениях С подъемом И такими вот Диагональными И они стоят Вот этой вот Линии Да По Наружной части Вот этих парапетов И вот туда Они Там между трубами Этими парапетами Входят Они декоративные Они дымоход Вот тут И тут Собственно вопрос От трубы До С веса В общем Метр два Метр восемнадцать И соответственно Вот этот весь снег Будет падать Так Продолжаем На чем Закончил Не помню Позвонила жена В общем Там что-то Сзади едут Все моргают С аварийкой Колеса не болтаются Они спущены Ничего Чего-то Непонятно Так А на чем я закончил Ну Закончил на том Что сейчас Будем переходить На ту сторону Наверное Ну Наверное На этом закончил А переходить будем Точно Вот Ну Дальше показывать В принципе Показывать Наверное Не знаю Тайманс Тайлапс Непонятно Потому что Сейчас все повторяется И Успеем Не успеем Не знаю Наверное Я спрашивал Про снегозадержание О Про ограждение Да Вот Метр двадцать Почти И чего А если их ставить Как бы Ну Ниже А они должны Прерываться И вообще По проекту Кованые были Такие Но Они от них Ушли И К стандартным Решениям Вот И Собственно Вопрос Непонятен Ну Поставлю Я здесь Будет Сейчас снегопад У нас Кстати Было Такое На медной Крыше Витенева Такая же История Поставили Там Обусловлено Было Тоже Парапетом Аркой И Они В одной Линии Потом Стояли И Вот Также Тоже Там Метра С Копейками И Падал Снег Глубы Льда И Разбивало Там Еще Внизу Крыльцо Поэтому В общем В общем Надо Короче Вывод Один Надо Ставить По Проекту И Предупредить Что Будет Вот Такой Нюанс И Все И Себя Ответственность Снять Вот В общем Вот Так Вот Выглядит Все Ну Так В общем Идем Дальше И Забыл Сказать Теперь Уже Немногословная Рубрика Серега То Что Он Шалаш Мне Вчера Видео Присыл Покажу Сколько Он Сделал Вот Теперь Приятного Просмотра И Пока Просмотра Продолжение следует...